Добрый вечер. О том, что русскому здорово, то немцу смерть, мы установили экспериментально. Причем автором эксперимента у нас числится в том числе и Суворов. Это, в общем, легенда довольно многоиграющая, поэтому не совсем понятно, кто был истинным зачинателем этого эксперимента. Но, тем не менее, история такова, что сидели это как-то раз русские солдаты, гастролировавшие по Европе в одном из освободительных походов товарища Суворова, пили спирт по нашему обыкновению, а тут проходил как раз немец, на тот момент, конечно, пруссак, и спросил, ребята, вы что делаете? Ну, наши, естественно, сказали, боржоми пьем, хочешь попробовать, нам попробуй. Немец попробовал, спирта хватанул и умер сразу. Вот тогда же эта историческая фраза и прозвучала, при том период тот был таков, что крепостных ведь за людей-то не считали, поэтому участники эксперимента русские солдаты были крепостными, а вся слава досталась генералу. Поэтому, конечно, про Суворова это еще как-то более-менее легенда упоминается, а вот непосредственно участники того круглого стола, сидевшие у костра и распивавшие спирт, конечно, в историю не вошли. Ну, это, кстати, особенность всего нашего исторического периода. Вы помните, например, в 1812 год у нас есть такой герой Раевский, и мы помним о том, что есть батарея Раевского. В этом контексте почему-то хочется подумать, что Раевский это был командир батареи. Ничего подобного, это был командир корпуса, генерал Раевский. А кто там у него был комбатом, об этом уже история тоже опять-таки умалчивает. Так вот, установлено достаточно давно, что есть определенные непонимания между нами и немцами, и немцы каждый раз, когда в нашу страну приходят под тем или иным добрым или недобрым флагом, они каждый раз спотыкаются в том числе вот это разное понимание менталитетов, и Бисмарк их предупреждал, что на любую вашу и нашу заранее продуманную стратегию русские ответят своей непредсказуемой глупостью. Мы этим тоже гордимся, потому что, особенно в состязании с немцами, собственно, чем нам еще гордиться? Только тем, что мы можем их огорошить тем, от чего сами изумлены будем, либо тем, как мы их совершенно шикарно обставим в питье какого-нибудь крупного спиртного напитка, серьезного, крепкого. И немцы в нашу страну, конечно, приходят довольно много, особенно в последнее время, тем более, что так получилось у нас, и Горбачев очень хорошо с немцами общался, и практически дружил с ними, и по сию пору почитаем в Германии, и Ельцин, в общем, был в достаточно позитивных отношениях с немцами, налаживая наш бартер, когда мы потихонечку сдавали нашу страну за гуманитарные подачи. Ну, тем более у нас Путин, он на немецком языке говорит, вы помните этот анекдот, когда Путин встречался с Ангелой Меркель, говорил с ней на чистом немецком, в связи с чем Ангела Меркель постоянно предъявляла паспорт и поднимала руки. И мы постоянно на международной арене, особенно благодаря товарищу Путину, пытаемся создать вот эту вот иллюзию инвестиционной привлекательности, и всячески, особенно в автомобильной промышленности, стараемся как-то побольше участников набрать. У нас многие отрасли находятся в таком несколько странном состоянии, но Автопром, поскольку является визитной карточкой страны, он не может оставить равнодушными никого ни сверху, ни снизу, что мы с вами переживаем, на каком красном Кашкае поехать, что сверху переживают по поводу Мерседесов, БМВ и Майбахов. И в целом именно Автопром, пусть даже он сейчас идет по довольно неоднозначному пути, тем не менее флаг, которым мы активно машем, и привлечение инвестиций именно в Автопром, и увеличение сборочных производств автомобильных, они вроде как позиционируют нас очень серьезной индустриальной державой, которая с нефтяной иглы слезла, и вот посмотрите, какие замечательные машины выпускают. Немцы, естественно, играют очень серьезную роль. В свое время БМВ к нам пришло, и это были еще Горбачевские времена, когда в родном Кёнигсберге, отвоеванном и по праву принадлежащем теперь уже нам, они попытались наладить производство, и, пользуясь хорошим отношением с президентом, спросили вежливо, на кого делать ставку. Как врут очевидцы, Горбачев сказал им, что не делайте никакой ставки на каких-то персональных чиновников. Они им сказали, может быть, тогда на КГБ все-таки, КГБ у вас действительно серьезная структура. Угоднение, на КГБ не надо, тоже ничего вечного. Лучше на православную церковь. И РПЦ у нас стала соучредителем автотора, как раз вот в части производства БМВ. И Тачгундяев был, как врут очевидцы, смотрящим за этим проектом, о чем он очень не любит вспоминать. Но БМВшники правильно придумали. Действительно, нужно было найти какую-то очень стабильную точку, поскольку инвестиции рискованные. И вот посмотрите, как замечательно у нас многие теперь катаются на истинно русских машинах БМВ. У Форда, у него было несколько заходов в нашу страну. И поначалу не все получалось. Фольксваген молодцом был. Хотя, конечно, фольксвагеновские представители по сей пору бледнеют лицом, когда у них спрашиваешь об издержках и стоимости приобретенного опыта. Они не любят об этом рассказывать, как именно они вот эту разницу между русскому здорово и немцу смерть снивелировали. И вот, среди тех, кто решил тоже поиграть в русскую рулетку, предприятие МАН, выпускающее грузовики. Санкт-Петербург у нас ведь является инвестиционно привлекательным. Вот у нас два таких кластера. Это Калуга, Питер и там и там сборочное производство. МАН пришел сюда очень серьезными намерениями построить завод, и он его построил. Обошлось это немцам в 25 миллионов евро. И при этом, что приятно, все-таки грузовики МАН это очень достойная техника. Реально высокий уровень и по технологии, и по гамме. Там много интересного, много позитивного, и МАН постоянно, он вот где-то, наверное, в тройке лидеров по европейскому рынку. Хорошо, когда к нам приходят с какими-то интересными предложениями. Вот Мерседес, например, грузовое производство на татарской земле решил, что производство спринтеров, а не на татарской, а на горьковской площадке, взяли из Аргентины, притащили обломки старого спринтера, никому не нужно вот там, и сказали, что в принципе русским и так сойдет. У Мерседеса есть это, считать за пупуасов всяких третисортных людей, и они довольно много грузовиков регулярно производят там десятилетиями, для Африки, например, у них идут машины, был период, когда они по 30 лет не снимали с производства, потому что, ну что с этих африканцев взять? Обойдутся они. А что с этих русских взять? Вот куда русским? По принципу, что им здорово, то нам смерть. И наоборот, что немцу здорово, то русскому смерть. Вот куда им на хорошем спринтере едем? Вот катаются на том старом, не сносили еще. Ман подошел серьезно, построил завод, и готов его было запустить. Важно было запустить его год тому назад. И сказали, все, завод готов, мы сейчас начнем делать, наконец, нормальные грузовики для этих русских. И по Германии поехали хорошие машины, и по России теперь-то поедут эти же хорошие машины. Бац, не получилось. Проходит еще полгода. Они говорят, да-да-да, вот сейчас, сейчас, завод готов, готов. Все будет, все будет. Мы сейчас запускаем производство. И опять не получается. И назначили финальную дату, июнь 2013 года. Мы потратили 25 миллионов евро, чтобы вы в России ездили на нормальных грузовиках МАН. Мы это производство сейчас... Нет, вы знаете, мы сейчас, наверное, не стартуем, мы чуть-чуть попозже. В германской прессе идет очень интересная дискуссия по этому поводу, и еженедельник Девельт объясняет, почему. Ну, во-первых, потому что есть такое слово коррупция в России. И вот в этой связи завод простаивает уже целый год. Вот целый год готов завод. Он уже отлажен, он уже не в состоянии наладки производства. Он уже абсолютно готов под ключ. И за этот год единственное, что он делает, он делает убытки. Почему? А потому что у него нет лицензии на производство. То есть русские чиновники так вот бдительно смотрят на немцев и говорят, слушайте, ребята, а вы вообще машину-то делать умеете? А мы сейчас должны, знаете, проверить. А то вдруг вы не умеете делать грузовики. Вот мы, например, вот мы русские, мы можем вот судить о том, что такое грузовик. А вот вы немцы. Знаете, тут вот с Мерседесом было, мы как-то вот сертифицировали Мерседес. Специально на полигоне были найти испытания. Кстати, Мерседес не очень там нам понравился, но так уж и будет. Закрыли лозакой на штаб. Легковой, кстати, 600-й. Так себе машинка. Вот Ман теперь пришел к нам. Значит, надо было сертифицироваться, лицензию вам надо получить. Ну что же вы? И немцы на вопрос, ребят, в чем дело? Вот почему? Почему вы немцы убытки целый год терпите? Они говорят, а в силу непрозрачности процедур. Потому что у нас в бухгалтерии нет такого понятия откат, нет такого понятия взятка. У нас в бизнес-плане вот это все не заложено, мы никак не можем этого. И мы требуем от русской стороны играть по тем правилам, которые были декларированы. Ну, наивные немцы. Наивные немцы, они сюда пришли с европейской бизнес-моделью. Мы же чем гордимся? Мы же тем гордимся, что у нас любой столоначальник это мерзавец, который играет только по своим правилам. И они косвенно говорят о том, что у вас здесь произошла смена губернаторов, и почему-то договоренности, достигнутые с одним губернатором, совершенно не канают с другим губернатором. А это косвенно как раз намекает на такой неприятный душок, на легкую ауру взятки. То есть, как можно было договориться с одним губернатором так, чтобы завод построить, а с другим выяснилось, что что-то не то построили. Это значит, что часть договоренностей была какая? Не по документам? То есть, нельзя достать такую, вот как в свое время против Швондера было, уже окончательную бумажку, после которой можно? Оказывается, нет. И немцы в этой связи сидят у разбитого корыта целый год и ничего не могут поделать. У них есть целый завод под Санкт-Петербургом, который готов выпускать хорошие грузовики, и он никому не нужен. Он, в первую очередь, нам не нужен. Вот мы такие гордые, у нас настолько замечательная ситуация с грузоперевозками, у нас есть шикарный КАМАЗ, который, начиная с 76-го года, все такой же. У нас есть сказка о том, что КАМАЗ нанотехнологичен и инновационен. И он что-то там такое за это время даже модное сделал. Нет. Знаете, КАМАЗ как будто так остался. Вот КАМАЗ это та самая машина, которая с 76-го года все та же. Да, пара гайк новых, там есть возможность заказать другую комплектацию, но это тот же самый КАМАЗ. Вот он лучше немецкого МАНА, поэтому завод нам не нужен. А вы, немчики, давайте попляшите еще. Вы поразгадывайте наши нюансы ведения бизнеса. Вы в Путина поверили. Давайте дальше. Ищите варианты и переводчика. И зато пейте горькую. Перерыв на новости. На портал пришло сообщение от Олега. Вы еще вспомните, как мы сертифицируем самолеты. Они по всему миру летают. У нас нужно ждать сертификацию по полгода. Это тема с лицензированием не только грузовиков касается, все чего угодно, начиная со станков и заканчивая самолетами. Да, и в данном случае речь идет о лицензировании производства. А в целом мы как раз и создали такую государственную структуру всеобщего жлобства, когда производить всерьез мы не можем ничего, а помешать мы можем абсолютно всему. Вы, наверное, обратили внимание, что сегодня, в том числе по задворкам информационных программ, идет сообщение, куча сообщений по поводу того, что у нас происходит на рыбном рынке. У нас рыбаки выловили улов и как только они приходят в наш порт, чтобы этот урожай сдать в закромородину, их тут же задолбают всеми видами проверок, сертификаты, лицензии. А кто такие аналой? Они идут в Китай, сдают урожай там, посещу китайцы нам продают нашу рыбу. Это вот государственная такая система. Вот так у нас устроено. Вот почему, например, мы не производим и никогда не будем производить компьютерную технику? У нас есть Сколково, у нас есть что-то такое Роснано, у нас даже есть всероссийский Чубайс, а процессоров у нас нет. И, кстати, не будет никогда. Вот у нас вообще никогда не будет процессоров. А ракеты Протон, ну вот они почему-то падают и что-то там такое тоже с процессорами. А теперь вы слышали, наверное, мы будем на союзах летать. Протон, конечно, гениальный, и мы гениальны, и мы, кстати, великолепны, и зарплаты очень у многих из нас просто шикарные. Вот только Протоны не летают. Но ничего страшного. И самолеты мы будем чужие сертифицировать. А завод немецкий. Да вы подавитесь. Много лет тому назад была история, когда на АвтоВАЗ пришла португальская фирма Rauberкорг. Они по всему миру известны тем, что очень хорошо работают с пробкой. Они берут этот натуральный материал, эту пробку, и делают из нее все, в том числе прокладки для двигателя. Они пришли на АвтоВАЗ и сказали, дорогой АвтоВАЗ, вот у нас эта пробка. Давайте посмотрим, может быть, вам тоже будет полезно, чтобы у вас двигатели не текли. Наши скорчили рожей, сказали, ну черт с вами, давайте проведем, что ли, испытание. Провели испытание, выяснилось, что да, действительно, полмира не зря пользуются именно этим вариантом, и пробковые прокладки замечательные. После чего счастливые португальцы пришли и сказали, ну что, мы подписываем контракт, на что АвтоВАЗ спросил, вы нам сколько за это заплатите? Португальцы так поперхнулись и спросили, почему мы? Это же вам надо. На что русские поправились, сказали, не, это вам надо. Это вам, португальцам, надо, чтобы у нас не текли двигатели, а нам на это наплевать, как на вас, на португальцев. Поэтому, там что там, МАН 25 миллионов закопал бы русскую землю? Да наплевать на вас, на дураков. Вы что, не знали, куда пришли? Вы в Россию пришли. Вы с кем договаривались? С тем, кто уже не при должности? А о чем договаривались? А, ну, идите думайте. Ну, давайте соображайтесь, как тут у нас в России работает. У нас тут, это, 112 место инвестиционной привлекательности в мире. Неспроста. Телефон 65 10 9 9 6 код города 4 9 5 Ну, а теперь о Бренном. Здравствуйте, Павел. Да, здравствуйте. Ну, вот, Сергей, хотелось бы узнать у вас, а вот ее мобиль-то будет? Тут информация у нас прошла, какая-то испытание уже идут. Три машины сделали даже. В общем, про Марашу я слышал, ваше мнение, очень интересно все было. Вот так же про ее мобиль, пожалуйста. Кто, что, вот, и как это? Пока не будет. Пока не будет. И вот это китайское страшилище, полученное методом спрели из проволочки, тряпочкой обклеили, вклеить туда же сюда, закатали. Это, конечно, очень интересный путь, когда группа людей пытается пройти тем путем, по которому Китай, например, шел. Потому что пока это не машина. Ходовой макет, ну, вот, например, дядя Саша Пикуленко, автомобильный журналист номер один в нашей стране, он, когда был совсем маленький, он взял бензопилу Дружба, взял от кровати панцирной, металлической, спинку, совместил одно с другим и получил картинг. Карт получил. И на этом карте поехал во дворец Пионеров. В принципе, вот этим же самым путем сейчас идут создатели ее мобиля и товарищ Гинсбург. Но дядя Саша Пикуленко с тех пор стал приметным, достойным и умным. А вот, например, я общался с Гинсбургом. Я, конечно, разных Гинсбургов видал. Одного Гинсбурга даже читал. Он написал Старика Хатамовича. Это был Лазарь Гинсбург, наверное, самый интересный из всех Гинсбургов, которые бывают. Гинсбурги, они вообще разнообразные. Но тот Гинсбург, который делает ее мобиль, он произвел на меня впечатление удручающее. Вполне возможно, что он инженер, но мне показалось, что вряд ли он что-нибудь может сделать более интересное, чем молоток. И, в принципе, разговор с ним оставил ощущение, что я на Одесском привозе с Барыгой торговался по поводу радикальной краски для волос Титаник черного цвета. А инвестиции-то чьи? Вот в Марасе там, понятно, Николай Фоменко там очень, вы сказали, там здорово государство привлек, а вот здесь... Не-не-не, Николай Фоменко, молодец, он только-только разевает роток на государственный куш, а вообще-то Николай Фоменко растряс одного хорошего нефтяника. И у него там есть еще один пиар-технолог, с которым вот они вместе и дуют эту корову и совершенно грамотно это делают, и я надеюсь, что через какое-то время в Академии ненародного хозяйства имени Таща Плеханова будет специальный курс по этому поводу, как вытрясти деньги. А ее мобиль создается вообще Прохоровым на свои собственные, группой Анексим, и в этом отношении он абсолютно молодец, потому что он ни у кого ничего не берет. Вот хочется человеку пойти в публичный дом, он идет в публичный дом. Вот хочет он, например, вывести стадо проституток куда-нибудь в Куршавель, на свои кутит, имеет право, а хочет делать ее мобиль, тем более молодец. Ни у кого ни копейки не взял. На свои пляшет. А сам по себе ее мобиль, ну, странно, что достаточно умный Прохоров заигрался в это настолько, потому что путь создания автомобиля, даже у тех, у кого есть инженерная школа, это, как правило, 5-7 лет серьезных конструкторских работ, и где-то от 5 миллиардов долларов. Тогда машина более-менее получается. При этом дальше начинается очень серьезное доводочное испытание. Потому что, вот пример ASX, Mitsubishi. Это на сегодняшний день самая плохая иномарка на нашем рынке. Ну, китайцев я не считаю, китайцы это пока не совсем автомобили. Не получилось, сэкономили. Сэкономили чуть-чуть в конструировании, чуть-чуть в материалах, и самое главное, сэкономили в доводке. Что такое доводка? Когда группа очень профессиональных экспертов с очень серьезным нормочасом сажается за руль, им говорят, ребят, а теперь, пожалуйста, покатайте и скажите, как это едет. Научите, пожалуйста, эту машину ездить. Вот, например, у Форда много лет подряд, порядка 10 лет, человеком, который тренировал машины, учил машины ездить, был Джеки Стюарт. Это очень серьезный гонщик. Вот именно он своим талантом и учил автомобили держать дорогу, держать прямую. Вот кто занимается в создании ее мобиля этим? Возможно, сам Гинсбург. Но общение с Гинсбургом оставило впечатление легкой скудоумности этого человека. Хотя, возможно, что, как всякий Гинсбург, он просто был чрезвычайно хитер. А на каких мощностях-то? На каком заводе сейчас это все делает? Завода, как такового, нет. Есть несколько промышленных площадок, кочующих балаганом цирковым по стране. Потому что здесь и белорусы были, Яровид принимал в свое время участие на старте. И под ее мобилизацию сейчас много чего создается, в том числе и строится. И разговор идет о том, что ее мобили будут, помните, как Китай в свое время, дом, но в каждый двор. Вместо песочницы. Немножко. Я смотрел, и торпеды уже на китайской смахивают. Да, да, да. Вот, в принципе, детей пугать уже можно. То есть такая страшная педальная машина, которая почему-то гипертрофированного размера вырвалась на оперативный простор. Да. И еще пару вопросов маленьких. Вот у нас с женой вот две разные иномарки. У него Перкорса, ну там, одиннадцатого года, свежая, а у меня Митсубиси, старенькая. Ну, в принципе, кто как говорит, вот вы посоветуйте, пожалуйста, бензин, вот, то ли 92-й в нашей стране, или то ли 95-й, то ли ЭКТО вот рекламируют. Вот ваш чистый совет. Но вот эти все, Павел, все вот эти ЭКТО, они ничем не лучше обычного. И здесь важно не то, как это красиво названо. Здесь важно, что называется надежность поставщика. Мне проще, я довольно часто меняю свечи в своих машинах, и когда я это делаю, я свечу выкручиваю и смотрю. Вот у меня есть несколько таким образом заправок, отобранных экспериментальным путем. Я езжу, заправляюсь только на одной и той же заправке. Это плохо, это неправильно. Но я знаю, вот эту я проверю. Потом я через какое-то время выкручиваю свечу, смотрю на гар. И понимаю, все, ферросодержащих приставок мало, на этом бензине можно ездить, бензин 95-й, значит, с этой заправки я заправляюсь. Причем я всегда спрашиваю, это кто, откуда везут? Мне обычно это говорят, особенно сами заправщики, знают они это или не знают, но говорят. И таким образом я знаю несколько заправок на своих маршрутах, где за бензин я готов, что называется, поручиться. То есть 95-й все-таки останавливаемся, да? Чем отличается 92-й и 95-й? Ну, присадки мне сказали какие-то. Да, конечно же. У нас 95-го меньше и он хуже, 92-го больше и он совсем отвратителен. А на машине это сказывается в расходе топлива. Если ей предписан 95-й, но она может смириться с 92-м, она ответит вам на это увеличением расхода топлива. Там, где вам производитель наврал, что будет 3 литра, будет 18. Вместо 15-ти, которые ей положены. Все понятно. Ну, еще уже коротенький вопросик. Вот еще информацию в интернете постоянно слежу. Появится в Москве 60 электрозаправок. Ваша информация, я тоже вас внимательно слушаю, что за электромашинами будущего нет. Никакого. Зачем и как это непонятно. В Москве это увеселение для тети Клавы. Для того, чтобы она, например, проехалась по городу и радостно сообщила, что смотрите, какая я сильно продвинутая. Ведь эта паранойя, она пришла к нам из Европы. Там в свое время голубые, они не были серьезной политической партией. Они занялись озеленением, пошли в экологи. В принципе, между голубыми и зелеными можно, на мой субъективный взгляд, ставить знак равенства. Там они стали политической силой, начали к чему-то бороться, зачем-то, но очень хочется кого-то победить. Набросились на автомобили, поскольку ребят слабаки по натуре, поэтому набросились на машину. И так вот, на вот этой истерической волне вдруг родилась идея электромобилей. Электромобиль абсолютно тупиковый, но мы же оттуда тащим идеи без разбору. То что-нибудь полезное подхватим, то что-нибудь болезненное, неправильное. Но это немало средства, наверное, вот эти 60 заправок. Конечно, конечно. Это абсолютно все впустую, и не дай бог кто-нибудь вздумает это все на сторону натянуть. А неужели вот у мэра нет грамотных советников, и он не прислушивается к мнению грамотных людей? Я не понимаю вот этого. Мэр для того, во-первых, мэр, чтобы не слушать никого, он самый главный и самый умный. Над ним есть только чуть более умный, который его в это кресло и посадил. А во-вторых, по его действиям, посмотрите, вот эти его, например, кавалерийские наскоки по битве с ларьками, с грузовиками. Ну, насчет его ума. Вот вам и ответ. Перерыв на новости. 6510996. Станислав, здравствуйте. Добрый вечер, Сергей. Очень рад, что дозвонился. Где-то в течение двух лет пытался вам дозвониться, чтобы поблагодарить за тот совет по приобретению автомобиля, который вы мне дали. Какая выдержка у вас, Станислав, какая верность. Да, да. Значит, я купил Skoda Yeti 1.8 4x4 на DSG. В общем, уже практически два года езжу и практически полностью счастлив. Еще, причем, после полугода эксплуатации я сделал чип-тюнинг и, соответственно, у меня сейчас 220 лошадей, разгон до сотни 7 секунд. То есть, это практически спортивный болид. Ну, я так, в небольших, любительских гонках тоже на нем участвую. Красота. Вот это крылья у вас выросли. Да, да, это факт, это точно. Но есть пара технических вопросов. Значит, во-первых, есть небольшая проблема, но она была еще дочерь тюнинга, значит, коробка DSG. В чем она выражается? Что когда машину заводишь, ну, обычно это первый раз в днем, ну, и с утра заводишь машину и пытаешься тронуться, то включаешь драйв, нажимаешь на газ и при этом машина где-то несколько секунд думает. То есть, она не трогается, слышно там, как чего-то работает там, механика сцепления там, размыкаются, смыкаются, ну, и через несколько секунд только она едет. Потом, во все последующие разы, когда заводишь машину и трогаешься, то все хорошо. Но в первый раз коробка как бы вот очень, очень сильно тормозит. И причем, если нажимаешь на газ, то растут обороты, но при этом машина не едет, то есть, ну, как будто бы сцепление разумно, это просто-напросто. Хотя, в принципе, физически этого быть не может, поскольку у ДСГ момента разъема сцепления не существует, как мы с вами знаем. Ну, возможно так, но на практике вот это вот происходит. Да, Станислав, это на самом деле ситуация, когда вы подошли к любимой лошадке, кинули ей на спину седло и сказали, дорогая, давай. Она сказала, погоди, Станислав, без зарядки не буду. Первые три секунды это такое потягивание, почесывание, пофыркивание, а потом побежала. Она же не сломалась. У вас эта особенность присутствует постоянно. Ну, в общем, да. Особенно, и чем холоднее, особенно вот в мороз, там, минус 10, то это дольше продолжается. Когда потеплее, то там, это может быть одну секунду. Станислав, дело в том, что с тех пор, как у вас машина стала соответствовать вашему темпераменту, у нее 220 лошадиных сил, вы ездите постоянно в шпорах на очень строгом оголовье, а она по сути своей осталась не призовым рысаком, а просто хорошей лошадью рысистого направления. Поэтому вы своим темпераментом ее опережаете. Потом она, конечно, проснувшись, тоже молодцом, задрав хвост, несется по вашим направлениям с большим удовольствием, но так уж и быть, смиритесь с тем, что первые три секунды она выходит изо сна неохотно. Понятно. Ну, я просто подозреваю, да, коробку в каких-то, может быть, скрытых внутренних дефектах, я заявлял дилеру это тоже, но он сказал, что первый раз такое слышит вообще, что никого такого не было, ну и рекомендовал мне машину просто прогревать подольше, но это не помогает. Помогает только прогрев коробки, то есть, если я включаю драйв, то есть, я держу на тормозе машину, там секунд 30 хотя бы, тогда да, тогда она трогается нормально. Мы с вами не знаем, на самом деле, что там происходит, но поскольку это по сию пору из особенностей не превратилось в дефект, то это в том числе субъективное отношение. То есть, очень хочется быть снайпером, попасть с первого выстрела, но иногда попадаешь со второго. Ясно. И еще, значит, вторая есть. С моей машиной это меньше выражено, но у нас на форуме, на Яйте-плубе очень эта проблема большая обсуждается. С лакокрасочным покрытием именно на Яйте, ну и вообще на многих Шкодах, на Октавии тоже такое есть. Где-то после полугода эксплуатации на машине появляются так называемые прыщи. То есть, небольшие впучивания краски где-то диаметром там до 5 миллиметров. И это происходит в основном на дверях. На дверях бывает на двери багажника, в основном по нижней части двери. И в принципе, это признается гарантийным случаем. Дилер перекрашивает все это дело. Но, в общем, все равно это мне очень приятно, сами понимаете, новую машину сдавать покраску и потом объясняться при перепродаже, объяснять, почему машина перекрашивает. Вот как вы можете это прокомментировать? Я могу прокомментировать, это очень просто. Мы с вами все родом из Советского Союза и привыкли к Жигулям. И теперь очень хотим, чтобы опыт Жигулей не повторился. Поэтому ощущение, что как только мы купили машину за серьезные деньги, жизнь изменилась, и это теперь уже всегда гарантированная иномарка, это наша с вами собственная легенда. Ведь мы же высосали из пальца вот эти все сказки о там японском качестве, немецком качестве. А как, например, в мелкую дырку через полгода превращается Ниссан Тиана японский, с японским металлом. Это обычно для них характерная особенность. Весь мир ведет себя подобным образом. Это всегда очень противно. И это происходит у всех. А как Хонды, например, всякие CR-V, ржавеют, буквально тоже там вот задняя дверь у них, ну да, за полгода уже можно даже до конкретных дырок доиграться в нашей стране. И нам это неприятно, потому что у нас были свои родные Жигули, вызывавшие отвращение. И очень хочется забыть опыт Совка и ощутить себя приличным человеком за рулем приличной техники. Это то же самое, как мы хотим, чтобы не глючил мобильный телефон, чтобы не ломался ноутбук, чтобы работала стиральная машина, а они почему-то ведут себя на общих основаниях. Здесь будет все то же самое, причем здесь не идет разговор о нарушении технологии, когда где-то другому, там дяде Васе, например, покрасили хорошо, а вот мне, например, не повезло. Это в целом тенденция во всем мире делать похуже, попроще и подешевле, потому что, к сожалению, все остальное дорого и очень хочется, чтобы прибыль была выше. И противостоять этому можно только теми же методами, которыми мы противостояли сами. Мобиль мазать не будем, но вот защитная пленка и всякие защитные покрытия, они по сию пору остаются единственным, что мы можем сделать. Как защитить машину? Укутать ее. А не будет спучиваться под защитной пленкой те же самые... Меньше. Если это проникновение идет с обратной стороны, его остановить нельзя никак. Если это, что называется, взяли, вот как на АЗЛК, берется кусок ржавого железа, красится и пинком взад выкидывается в торговую сеть. Да, тоже против этого нельзя ничего поделать. Если это грамотно обработанный металл, но это особенность лакокрасочного покрытия, особенно на водяной основе, то есть это результат внешнего воздействия. Нет, при этом снаружи повреждений нет, то есть эти спучивания, они именно изнутри происходят. А мы не знаем этого, это мы можем только предполагать. Это можно определить только путем очень серьезного анализа, потому что если я ничего не заметил, это еще не значит, что его нет. Это как с сурком. Ты сурка видишь, а он есть. Ну, понятно. И еще небольшой момент тоже, но это так, для информации, что вот обсуждалась тема с проблемами АБС на Кигуане, ну и в принципе на эти, хоть и другой производитель АБС и СИ, но на эти тоже эта проблема случается. То есть тоже периодически она не хочет адекватно тормозить. А это уже, Станислав, это уже нарастание паранойи, потому что те люди, которые все это прочитали, это то же самое. Открываешь медицинскую энциклопедию и понимаешь, что все, кроме родильной горячки у тебя есть. Причем спросите вот у тех людей, которые сейчас бьются в подучие и говорят, что я чуть не убился, потому что я гордый такой летел орлом, а потом наступил на педаль, а она не остановилась. Спросите у него, машина перестала тормозить после того, как он прочитал статью в авторевью или до того? Скорее всего выяснится, что после. Ну да, может быть, может быть. Но в любом случае, спасибо большое. Великолепная машина во всем остальном, да и в этом тоже. Вот поэтому очень вам благодарен. Ну, на самом деле, спасибо вам, но благодарность в данном случае по праву принадлежит тем людям, которые ее сделали. Ее сделали чехи. И чехи сделали машину, отличную от прародителя Тигуана. В этом грандиозная заслуга. Вот то, на чем и возник этот тяжелейший трагический антагонизм между Шкодой и Фольксвагеном. Чехи делают машину, которая не Фольксваген. И Йети, она лучше Тигуана. По многим параметрам лучше. Ну, по большому счету, она по всем параметрам лучше. И вот то же самое, что сейчас происходит с Октавией. Октавия лучше. И именно за это ее сейчас задушат, ее упрощают. Она подверглась тяжкому примитивизму. И, к сожалению, Фольксваген идет по пути уничтожения конкурента. Вместо того, чтобы подняться самому. Георгий, здравствуйте. Здравствуйте. Я в эфире. Да, все. Вот теперь-то вы в эфире. Теперь уже не отвертитесь. Все, Георгий. Сергей, ну, хочу вас благодарить за передачу. Периодически слушаю. Спасибо. Истинное удовольствие. У меня к вам два вопроса. Первый. Вчера обсуждалась тема по поводу штрафов. Я не смог дозвониться, если ответите. Да-да-да, давайте. У меня был автомобиль, он ставился на учет где-то года полтора назад. Я его прошлым летом снял с учетом. На нем были штрафы где-то 3-300. Квитки у меня эти лежат. По приставам я пока ничего не должен. По сайту Госуслуг, как оказывается, я тоже ничего не должен. У меня вопрос. Эти штрафы сгорели, либо они просто не отражаются, и долг до сих пор висит. Мы с вами этого не знаем, потому что административно год на то, чтобы заплатить, не заплатить, если за год не заплатили и административное производство не было возбуждено, то, соответственно, штраф именно сгорает. И если он нигде, ни в какой базе по сей пору не проявился, тогда вполне возможно, что действительно сгорело. Но дальше, что называется, ждите развития событий, не ожидая никаких подвохов. Потому что, ну, нигде не отражено. Сделайте счастливое выражение на лице и считайте, что это не к вам. — Я вас понял. И второй вопрос по поводу автомобиля. Сейчас задумался о смене. На данный момент у меня Ford Focus 2011 года, хэтчбэк 2 литра автомат. — Хорошая машина. А в какой, кстати, комплектации? — Комплектация, название не помню, самая топовая, кроме люка и кожи. — Это Тренд или Титаниум какой-нибудь? — По-моему, Титаниум, но не уверен, есть там кожа или нет. Потому что, ну, есть все, кроме кожи и люка. — А шумоизоляция есть в машине? — Ну, штатная дополнительно не ставилась. — Штатной хватает? — Ну, если музыку погромче сделать, то хватает. — Понятно. Это фордовский прикол такой есть. — Ну... — Шумоизоляция появляется только на самой верхней комплектации. А до того... То есть машина может оказаться с хорошим мотором, с хорошей коробкой, и тем не менее может оказаться без шумоизоляции, потому что на чем-то надо экономить. — Ну, шумоизоляция не напрягает. Я, как бы, классику не служу в машине. То есть... Ну, меня это не докучает. Вопрос в следующем. Сейчас, думаю, о смене интересует автомобиль классом повыше. Я присматривался к Chevrolet Captiva, предыдущий кузов, автомобиль влушный, Opel Antara и Kia Storrento. Но Storrento старенькая, это год шестой. Ну, то есть старше, чем Captiva и Opel. Про Chevrolet Captiva не нашел никаких здравых, таких, толковых обзоров. Короче, искал ваши какие-то упоминания. Вы написали, что Captiva молодец. Ну, наткнулся на форум клуб Captiva и что-то люди пишут, что за 80 тысяч, до 180, у них уже какие-то беды, постоянно горит чек, с теми у него ГРМ проблемы. — Да, Георгий, во-первых, вы хотите не столько классом повыше, сколько клиренсом, что правильно в нашей стране. — Ну, да. — Знаете, на рынке БУ любая попытка выбрать себе машину по марке, она несостоятельна, к сожалению. На рынке БУ вы играете в лотерею, в которой вас обманут. Вам нужно искать не столько модель, сколько реальные документы, реальный пробег. Вторичный рынок — это вариант мягкого гоп-стопа. Вас обманут на 100%, потому что они специалисты, они специально этим занимаются, чтобы вас обмануть. И ставить себе задачу выбрать, например, Opel Antaru. Продажи были три штуки или коптивы, их продали пять. Соренто продали уже больше, тем более, что он у нас в стране выпускался. И ходить, выбирать, вот нужно так, по друзьям нету, по надежным источникам нету, тогда на рынок и быть готовым к тому, что вас точно обманут. — Тогда такой вопрос. Как вы можете посоветовать автомобиль, ну, про рамный не говорю пока, какой-нибудь кроссовер, ну, клиренсом повыше от 200 сил. Ну, либо лучше подкопить и купить какой-нибудь парадик. — Новый. Только новый. 65, 10, 9, 9, и 6. Давайте попробуем продолжить наше трепетное общение. Максим, это вы. Здравствуйте. — Сергей, здравствуйте. — Рад вас слышать. — Спасибо вам за передачу и все такое. — За все такое отдельно? Спасибо. — Да, и все такое отдельно. Сергей, вот вопрос такой. Выбираем машину для, ну, город-рыбалка, что называется, да? Значит, такого жесткого бездорожья нету, но какой-то проселочной дороги, там какой-то размокший песок, вот они присутствуют периодически, но в основном все-таки город. Вот выбор падает пока на Субарова Форестер нового поколения, причем с турбированным движком, ну, просто понравится и все, вот, таким, помощнее. — Везет же. — Или, может быть, Mitsubishi Pajero Sport, потому что, видимо, приспособлен под всякие, там, значит, внедорожные дела, но, видимо, меньше подгоров. или, может быть, Nissan Pathfinder вот старого поколения, ну, все новое имеется в виду, конечно. — Да, понятно. Pathfinder из них самый грузовикастый и он, наверное, самый неинтересный. Pajero Sport получится универсальной машиной, потому что он и до рыбалки вас довезет, и что приятно, он вас вернет обратно в город с урожаем и с уловом. — А? — Все-таки раздатка, все-таки понижайка, все-таки блокировка заднего дифференциала, тем более хороший экономичный турбодизель, но, естественно, будут проблемы с дилерской сетью и с обслуживанием, потому что вы помните, какой шлейф неприятностей тянется за Rolf, поэтому нужно искать себе сразу какую-то альтернативу. — Да, Rolf — это страшно, это правда. — Это чудовищно. С Subaru все неоднозначно. Вот вроде бы Forester уже сейчас потихонечку привели в чувство, он уже очень неплохо держит дорогу, ему наконец-то довели до ума подвеску, турбированный мотор у него, атмосферник, конечно, по-прежнему дохлый, атмосферник в сочетании с вариатором не едет никуда, то есть очень... — Это касается и 2,5, и двухлитрового, да? — Нет, 2,5, конечно, уже едет, но 2,0 не едет никуда. 2,0 он очень напоминает советский детский анекдот, дети, отгадайте, что такое не жужжит это он, а вот 2,0 на струбины, вот он молодец, он стоит каких-то всего лимон 700, то есть чуть-чуть практически дороже, чем Паджиро Спорт, даже 800 скорее, да, даже скорее 800, но он молодцом, и вы получаете хороший кроссовер, который с интересом и с песнями увезет вас к рыбке, но не факт, что вернет обратно, в отличие от Паджиро Спорта. Паджиро Спорт в этом отношении он понадежнее, он скажет, не волнуйся, Максим, мы с тобой туда и обратно вместе, это все-таки плюс, причем, что хорошо, Паджиро Спорт, он многим воспринимается как практически предтеча грузовика, то есть такая здоровая штука, на которой, ой, а вдруг в городе будет плохо, нет, он молодец, у него колесики хорошо поворачиваются, и он, что здорово, он постоянно полным приводом обладает, то есть включили ему передок, и забыли, и он на любой скорости нормально гребет 7,4, это очень хорошо, особенно когда вы понимаете, что вы входите в поворот, а там, вы думали, там левый второй, а там, кажется, левый третий опасный, а подоткнуться вы не успеваете, поэтому то, что вы включили загодя год тому назад полный привод, это очень здорово, немногие серьезные внедорожники обладают этим преимуществом, и вот, например, Pathfinder в этом отношении вас подведет, то есть он большим утюгом пролетит в ближайший телеграфный столб и скажет, а что ты хотел от меня, дорогой, я был у тебя заднеприводным, а передок ты включить не успел, ну правильно, а кто же успеет? Ну да. Какой же все-таки страшный, в отличие от Subaru, это Pajero? А вот тут уже, Максим, вы себя загнали в угол, потому что вы можете коллекционировать любые чужие точки зрения, но ездить на машине, которая не нравится, нельзя, и Pajero Sport, будучи некрасивым, вас везет неохотно, неловко и неласково, а мало на что способный по жизни Forester, летит птичкой, вас обожает и трепетно вывозит обратно, и этот парадокс зависит только от вашего настроения, потому что с иным настроением вы слона не продадите, как было в другом анекдоте. И если вам нравится Forester, все, не слушайте больше никого, идите спокойно, покупайте эту машину, потому что в любви и согласии вы сами понимаете, какие бывают результаты. Сергей, тогда еще такой вопрос маленький, мне на работу еще нужна машина, возить людей из аэропорта в офис и обратно, и я думал по поводу S-Max, причем обязательно с любимой вами стеклянной крышей. Ну, значит, людей-то немного у вас, в S-Max-то все-таки... Группы там по 3-4 человека, грубо говоря, вот так. Ну, может быть Galaxy, не S-Max? Galaxy, а, Galaxy это который больше? У которого сзади крыша по конфигурации плюс два сиденья позволяет везти семерых либо завалить чемоданами под потолок, потому что это в принципе то же самое, просто он геометрически более объемный. И если вы аэропорт, значит, чемоданы, а если чемоданы сетку натянули и туда все это запихали и привезли чуть больше, комфорта больше. S-Max... я о нем не подумал, спасибо, действительно не подумал я о нем, да. Он чуть-чуть дороже, но в ситуации привоз-отвоз он лучше, хотя совсем правильный ящик это какой-нибудь, например, Vita либо Viana, ну, наверное, Vita. Это Mercedes, да. И что смешно, его все боятся, потому что у него чудовищный ценник, но если начинать считать и изворачиваться, то полноприводный Vita, а он же заднеприводный по натуре, и если взять его дизельный на полном приводе, он получается не смертоносный. Viana стоит дороже, потому что у него чуть-чуть получше пластмасса, но Vita выполняет ту же самую функцию. А уж он-то ящик, будь здоров какой. Туда можно же нормально посадить, а иногда даже и поставить людей, как в электричке, и никто не будет роптать, потому что, ну, удобно, ну, нормально. И он бывает длиннобазный, у него три варианта базы, короткая, средняя, длинная. Volkswagen тоже ничего. Хотя, конечно, самый легковой из них, это вы правы, S-Max, он же Galaxy, потому что, все, на переднем приводе логично и понятно, как эта штука рулится, и на ней едешь, не чувствуешь себя дальнобойщиком. Мне там очень понравилась стеклянная крыша, мне вот важно, чтобы люди приезжали в офис в хорошем настроении, потому что, если в плохом, то отвлатить их обратно уже мне не хочется. Вот, поэтому, ну, важно вот, чтобы антуражно это было красиво. Тогда начинайте присматриваться к Galaxy, и потом уже будет видно. Константин, здравствуйте. Алло. Здрасте. Алло. Здравствуйте, Константин. А, Сергей, вопрос у меня такой, вот, почему-то мне очень хочется купить пикап, я мечусь, и не могу выбрать L200 или все же Hi-Lux. Плюсы, минусы, как бы, представляю, ну вот. А куда вы будете ездить на нем? Вот вам пикап нужен только потому, что нравится или потому, что есть задача под него? Значит, ну, велосипеды, сноуборды, ну, такой вот спортивный образ жизни, чтобы семью посадить, совсем в барахлом не повезти. Вот, 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 секундочку, Константин, семью, сколько в семье человек? Я жена, двое детей. Ага. Значит, вы детей, а дети какого возраста, в креслах или уже сами? До десяти лет, ну, в креслах не сидят. То есть, на бустерах? Ну, да, да, да. Ну, на самом деле, сидят просто на сиденье, но мы делаем вид, что сидят на бустере. Да, да, да. Понятно. Сидеть, особенно, если папа поехал куда-то далеко, там, куда-нибудь, ну, там, за Яхрому покататься или еще, в Хайлюксе чуть поудобнее, чем в Л-200, потому что здесь же вопрос, насколько товарищ Прокруст талантливо работал над конфигурацией как раз задней лавки. В Л-200 она менее удобная, в Хайлюксе она более удобная, а в Амароке она еще более удобная. и там, знаете, как, чтобы не затекло, чтобы, чтобы, ну, просто это было не противно, потому как дети, они первые 20 минут прыгают по всему салону, а потом говорят, слышь, пап, а что-то нам уже пописать захотелось, а поесть, а размяться, а вообще, и все, и поездка закончилась. Сидеть неудобно. Ну, хорошим плюсом от Л-200 является то, что приблизительно одинаковая комплектация это на 350 тысяч дешевле, и есть возможность полного привода. Вот стоит ли, перевешивает ли это все, ну, как бы антураж Хайлюкса и, ну, там, марку, там, не знаю, и все-таки Хайлюкс чуть-чуть побольше? Безопаснее ездить на Л-200, потому что у Хайлюкса все-таки задний привод, и перед надо успеть включить. На Л-200 все то же самое, как вот только что мы с предыдущим слушателем общались по поводу Паджиро Спорта. Постоянный полный привод, причем, он молодец по топливной экономичности. В этом отношении вы очень хорошо себя будете чувствовать на дизеле. Плюс, опять-таки, блокировка заднего дифференциала. Если что-то такое потребовалось, там, закопались, выбраться будет чуть проще. И еще маленький вопросик. У меня вот есть ГА-69 на военных мостах, как бы, ну, такая рабочая машина отца. Вот. И вообще, стоит ли в нее вложить 1200 и сделать конфетку или не заморачиваться? Ну, если есть такая возможность, то, конечно, старость надо уважать и сохранить, заботливо сохранить жизнь ветерану, но это речь идет о реставрации. Реставрация штука суровая. Она требует аутентичности во всем. Нельзя нахлобучить... Нет, не реставрация. Не реставрация, а вот именно вот что-то переделать. Ну, внешне все равно это остается ГА-69, там, с движком на 21 Волге, там, редукторные эти военные мосты, там, усиленная рама. Ну, так, косметику, чтобы красиво было и удобно, и сиденья поменять. То есть, не реставрация, не вот этот, поиск родных сидений, родных гаек, там, и прочее, это ерунда. А крыша какая, тряпочная или уже какой-то железный ящик? Нет, сейчас тряпочная и думаю, как бы ее оставить. Ну, там такая хорошая тряпочная, заказанная, обработанная. То есть, скворечник колотить вы не будете? Не, не, не хочется. Ну, не реставрация, но, по крайней мере, не ухудшение, это тоже правильный путь, поскольку вы все-таки к этой машине с любовью. Пусть сохранится в руках, которые ценят эту машину. Ведь ее продать денег вы на ней не заработаете вообще. Ну, за сколько вы ее отдадите? Ну, не за сколько не отдал. Не за сколько. То есть, вы ее отдадите по цене даже не металлолома, а просто вот из серии шла вон. И все. И она погибла. А у вас она будет еще бегать. Да, она будет кряхтеть. Тем более, машина в основном стоящая. Как только вы ее завели раз в полгода, из нее сразу тут потекло, там отвалило, здесь закипело, здесь перержавело, тут не отжимается, там не работает. Но при всем при том, когда есть возможность раритету сохранить жизнь, ну, конечно лучше сохранить. Ну, пусть побегает. Пару сотен в принципе можно уложиться, там красоту навести, да? И натереть, и чтобы блестело, и вообще. И вообще, старая техника, она ведь она ведь она с душой, она же с настроением. В ней столько всего очеловечивая муго нами, что нельзя пройти спокойно. Это мимо любого современного автомобиля, ну, почти любого, можно пройти холоднокровно. А мимо ГАЗ-69, а мимо старого горбатого Запорожца 965, ну, разве можно мимо них спокойно пройти, не улыбнувшись, не посмотрев на них, не полюбовавшись? Нельзя. Пусть они будут вместе с нами. Алло, Филипп, неужели это вы? Да, я еще пока здесь. Здрасте, я рад, что вы дождались. Я тоже рад. Знаете, вопрос такой, я год назад себе купил Toyota RAV4 на длинной базе. Ух ты. Ну, да, я это обсуждать не хочу, потому что считаю, что все КБ Toyota должно себе сделать сепуку в полном составе одновременно. Вот. Добило то, что у меня у жены пятилетний Hyundai Accent там шумоизоляция лучше, чем на этом RAV4, а он в максимальной комплектации. Я там на него чуть-чуть полтора миллиона заплатил. Эх, а время-то кончилось, а вот в чем печаль. Но про Toyota мы услышали, спасибо.